Представьтесь пожалуйста. Батчева Нина Михайловна. Как еще раз с вами? Батчева Нина Михайловна. Батчева Нина Михайловна. Какого вы года рождения? 1956 года. Нина Михайловна, где мы сейчас находимся? Это станция Фетина, Ленинградская область, Максотогорского района. Где я раньше проживала и родилась, и жила здесь до 1970 года. Ну расскажите пожалуйста, вот с самого начала, откуда вам стала известна история этих воронок? Ваши родственники, кто что говорил, при каких обстоятельствах? Непосредственно рассказывала моя мама, Плаудис Екатерина Тимофеевна. Как еще раз фамилия? Плаудис Екатерина Тимофеевна. Плаудис Екатерина Тимофеевна. Какого года рождения она? 1918 года. Она в войну здесь работала, на железной дороге. И когда рассказывала, что вот началась плакада Ленинграда, начали вывозить эвакуированных осень 41-го. И выгружали вот здесь мертвых людей из теплушек. Складывали всех первого возле воронки. Воронки, когда бомбили, здесь воронок много. Возле воронок складывали. А потом дали указание, что складывайте в воронку всех. Ну и вот осень 41-го и зиму 42-й год. Вот это все здесь привозили, проезжали составы. Мертвых всех снимали и складывали в воронки. Почему именно Фетина? Потому что станция была небольшая. И путь как раз тут проходила рядом. И в Ефимовску нельзя было. Узловая большая станция. Там нельзя было. Под Боровье, начало дороги жизни. Там тоже нельзя. Там много путей было. А тут поменьше станция. Поэтому сюда и складывали. Свозили всех мертвых, снимали. И вот складывали всех в воронку. В большую воронку. Потом весной снег растаял. Покойники стали оттаивать. Стало это все подниматься. Ну и дан был приказ. Не знаю от кого. Ну мама не знаю, не сказала от кого этот приказ дан был. Что всех сложить в одну воронку. Заложить шпалами. И потом мужчины били сваи. И сваями придавили это все. Ну и потом поднялась вода. Все это залилось. Маленько присыпали еще землей. И все так и осталось. Решили, что может когда-то это все поднимется. И людей этих вынут. И похоронят. Ну так это вроде как побоялись. Все это восстанавливать. Что раньше было это все строго. Боялись, что кого-то посадят за это. И вот так и все. Ну было это все так и осталось. Мы с отцом как-то это все поднимали. В военкомате вроде как он ходил. Не помню точно отец. Но никто этим не стал заниматься. И вот до сих пор они лежат. А начальник станции вот что-то как-то по фамилии вы его... Начальник станции после войны отец был начальник станции мой. А до него? А до него вот я не знаю кто был. При ком это все? Не знаю. Даже не знаю при ком это было. Ну они все уже умершие наверное. Потому что мама моя и то уже умершая. Ей вот сто лет в этом году исполняется. Скажите вот по поводу свай. Давайте вот попробуем подойти, покажете. Там вот по-моему была такая самая... Да, здесь вот с этой стороны. Да, самая ближняя. Ну вот собственно мы подошли на край воронки. Да, вот она свая забита. Вот одна свая. Вот там вторая видно свая. И вот там вот третья вот под березкой лежит свая. Вот там свая. Сейчас мы это все покажем. Просто вот воронка выглядит таким образом. Она сильно обводнена. Попробовал туда спуститься в болотных сапогах. Ну практически сразу они оказались под водой. Буквально там и метр не прошел. Ну может полтора максимум. Вот глубоко завалено остатками вот деревьев. Какие-то ветки. Запах оттуда идет такой характерный болотистый. Очень много там ила на дне. За столько лет конечно накопилось. Поэтому тут конечно много работы. Так, посмотрим сваи. Сваи, она осиновая, так она за деревеньевше. Осина, она чем дольше лежит в болоте, она тем больше. Ну вот свая, да. Показываю лопатой прямо на нее. Видно, что правильный ровный срез. Это не просто здесь дерево когда-то росло. Это свая. Там если дальше посмотреть по направлению лопаты, тоже под упавшей веткой или деревьяхой, тоже видна вторая свая. Ну и на противоположном берегу, вот Нина Михайловна говорит, там тоже есть. С березкой тоже свая, она листьями заваленная. Ага. Вот там тоже свая. И вот там свая тоже еще. Ну еще раз, все-таки назначение-то каково было этих свай? То есть забивали... Забивали, привязывали к ними, я не знаю, или проволоку, или прибивали еще шпалы. И чтобы прижимали, чтобы те шпалы не всплыли с покойниками, чтобы было все, поэтому такие сваи крепкие и забиты, чтобы оно не всплыло ничего. Ясно. Все-таки в какой период здесь, ну можно сказать, хоронили тех, кого разгружали здесь? Весна 42-го, наверное, года, вот это все здесь сделано. Ну а выгружать когда? С 41-й, 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 осень 41-го, 42-й. То есть так вам рассказывала мама, да? Да, где-то так. И не с одного, естественно, это эшелон? Нет, нет, это вот везли, и какой пояс останавливался, говорили, что там много останавливали пояс, и сразу окно получалось, что оттуда не было пояса, путь-то была одна. Да, поэтому вот останавливался пояс, теплушки эти открывали и вынимали, у кого покойники были, все вынимали. Ну вот, собственно, идет у нас товарняк до железной насыпи железнодорожной, здесь по прямой, наверное, от края воронки противоположного, ну, метров 10 максимум, вот, а центра воронки, да, будет побольше, 15-20, может быть, да. Ну, в диаметре воронка тоже достаточно большая, ну, 10 метров, да, будет даже больше, наверное. Нина Михайловна, вот, все-таки, вам достоверно известно, в этой только воронке могут находиться, находятся останки людей? Просто верно известно, что вот в этой воронке, именно в этой воронке захоронены все останки. В остальных воронках я не могу сказать, есть там что или нет, а вот эта, да, вот эта воронка, да, это и есть здесь. Потому что нам даже, пусть я родилась через 11 лет после войны, но купаться здесь, в тех воронках мы во всех купались, а в эту нам был запрет. Запрет? Нет, ни в коем случае нельзя было. Здесь нельзя, да? Нет. Нет. Ага. Я сюда только цветочки носила, все бросала. То есть, да. Ну, те местные жители, которые здесь жили во время войны и после, они все знали, да, что... Ну, кто здесь был, кто работал, здесь военные, да, в военное время, те знали. Ну, мало уже здесь, в основном после войны все уехали, сюда потом нагнали, вот таких, как, вольнонаемные были всякие, вот тут работали, вот пути восстанавливали, строили, а местных очень мало, все почти разъехались. После войны сразу как-то разъехались, а сейчас уже все старые, уже много, все умерли, те, что здесь жили, потому что им было по 20 лет. Молодежи. Молодежи. Вот, поэтому, никого, даже брата моего, вот ему было 6 лет, а его уже нет. Угу. Ну, как-то ходили, поминали что-то, вот, может быть, там табличка какая-то была? Ничего не было, ничего, я говорю, что боялись, видимо, вот, что будет наказание какое-то, что людей так похоронили, безвестно и без... Угу. Поэтому боялись. Я одна вот ходила, и все, надо мной сестры все смеялись, что куда-то пошла. А я приходила, все, на пенек на этот сяду, цветочки кину, вы знаете, вам, братцы, ленинградцы, яичко принесу, раскрашу. Почему вас тронула эта история? А вот, не знаю, до сих пор. Ну, получается, благодаря вам мы здесь, и вы являетесь сейчас хранителем этой памяти, и пытаетесь передать ее, передаете уже в настоящий момент другим людям, потому что... Просто, не знаю, у меня в душе вот это все как-то... Не, ну, конечно, ничего не скажешь. Каждый человек должен быть погребен по-человечески. Ну, по-человечески, да. Выглядит это все. И они этого не заслужили, вот этой ямой. Ну, да, это наши земляки, питерцы. Да. А тот момент ленинградца. Я цветы забыла привезти, у меня цветы куплены, хотела привезти. Ну, видите, тоже мы сегодня без цветов, но мы с другой немножко миссией. Нам важно, чтобы про это место узнали многие. Да, хотя бы обелиск взять, поставить. Один в поле не воин, поэтому соберем людей, надо будет здесь все сделать нормально. По-человечески. Ну, там воронка ту я знаю, так я не знаю, правда это или нет. Там вот женщину привезли, сняли ее с поезда, она была живая. Мама говорит, она живая была, с маленьким ребеночком и такой саквояжик. Мы говорит, ее подвели, вот там елка стоит, вот там было, около колонки. Мы говорит, ее там посадили, что мы сейчас придем, и как раз налет. А когда мы подошли, как раз там бомба упала, ничего не было. Останки не нашли? Останки не нашли, просто сравняли. Ну, что там, разорвало. Ну, конечно. Все, клочья и все. Мы тоже куда сходили, мы с подругой все туда ходили. Угу. Вот здесь была колонка. Вот на этом месте. Да, вот она здесь была колонка, здесь где-то скважина пробурена большая. И вот эта воронка, вот. Ммм. То есть сюда вот упала бомба авиационная. Вот сюда, подвели к колонке. Ага. Тут посадили ее на саквояжик. Мама говорит, а конечно уже. Уже ей нету ничего. Женщина с ребеночком, да? Да, женщина с ребеночком, с маленьким. С трудничком. С трудничком. Вот так. Опа. Опа.